Представители Российского центра науки и культуры и администрации мемориального комплекса Брестская крепость героя стали идейными вдохновителями большой экспозиции, которую в областной центр привезла художница Марина Анохина. Мастер давно разрабатывала военную тему, представляя отдельные полотна на тематических вернисажах. В полноценную выставку под названием «Черестернии к звездам» они вошли впервые и были представлены зрителю в День памяти и скорби. Эти картины заставляют нас думать о том, какой ценой нам досталась победа. Победа, которая нужно было достигнуть спустя многие годы, когда наши дяди и прадеды, не щадя своей жизни в разных национальностях, в окопах, на море, на суше, партизаны, все делали, ковали, труженьки тыла, ковали нашу победу. Я верю, что эта выставка, она, с одной стороны, мне понравится, с другой стороны, она заставит задуматься о том, что же такое жизнь. Выставка Марина Анохина символизирует стойкость и мужество наших, даже не российских, а советских граждан в начале Великой Отечественной войны. И не случайно она размещена в этом прекрасном музее, который находится в стенах Брестской крепости. Надо сказать большое спасибо администрации мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» за содействие. Через тернии к звездам прибиралась Марина Анохина, рассказывая о судьбах тех, кого не пощадила война. С полотен на зрителя смотрят осиротевшие дети, овдовевшие жены, матери, проводившие на фронт своих сыновей. Здесь есть место и седовласым ветеранам. Повидавшие за свой век немало, они смотрят на посетителей вернисажа глазами, полными грусти и тоски. Словно напоминают, как много пришлось пережить советским людям во имя свободы и мира. Память о тех событиях объединяет людей разных стран бывшего Советского Союза. Ержан Багдатов сегодня на вернисаже в рамках российско-казахского пресс-тура. Его дед воевал на территории Беларуси, а потому для Ержана представленная выставка – это что-то особое и важное. Мы в составе делегации прибыли сюда по местам боевой славы. Мой дед действительно сражался на территории Беларуси в составе кавалерийской дивизии. И сегодня, побывав здесь, в Брестской крепости, мы ощутили всю ту мощь того времени, когда наши предки проливали кровь, сражались более 20 национальностей здесь захоронено в братской могиле. И это очень символично, что сегодня мы здесь находимся на этой выставке, которая показывает через призму творчества, насколько это были тяжелые годы для всех народов бывшего Советского Союза. Марина Анохина – глубокий, очень философский и весьма востребованный художник. Ее работы уже побывали в Санкт-Петербурге, Москве, Севастополе, Мурманске, в Каннах, Сан-Диего. И пусть люди, видевшие полотна автора, разговаривают на разных языках, понимают душу мастера они без слов. Основная мысль – это прежде всего память. Пока жива память, живы все воспоминания, и мы можем думать о завтрашнем дне. Думать с позитивом, потому что мы знаем, раз наши предки, далекие или близкие, отстояли нам свободу, то и в нас есть их гены и силы, не дай бог, что мы тоже это сможем. Разнопланово, потому что здесь есть и вариант диплома, который фотопечательный холстение, оригинал. Здесь есть и серия, которая посвящена семи возрастам – детство, юность, отрочество, молодость, зрелость, старость и долгожительство. Как каждый возраст перенес именно эту войну. Здесь есть ранние работы, когда я еще была на первых курсах академии. И оно собрано благодаря одной теме, но эта тема может просматриваться как и через Салют Победы, как и через концлагеря. Откройте свою душу, вглядываясь в работу, тогда для вас она раскроет свой глубинный смысл. Эти слова Марина Анохина оставляет в качестве напутствия гостям вернисажа. Важно помнить о Великой Отечественной войне и не забывать, кому мы обязаны за мирное небо и свободный завтрашний день. Есть конкретные работы, где представлена жизнь человека, например, как женщины-уроженки Беларуси, которая отправила своих семерых детей на войну и ни один из сыновей не вернулся. Но они получили звание героев, то есть они собственной жизнью дали возможность жить другим людям. Есть варианты, когда идет просмотр фотохроники и на основе этого создаются работы. Есть личные семейные пережитые моменты. И это все вместе собирает представление, как мне кажется, нашего народа. Я надеюсь, ни мне, ни ближайшим моим родственникам, знакомым и ближайшим поколениям не придется через это пройти, потому что этот страх, не дай бог, кому-нибудь еще раз пережить. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.